1 августа на заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени рассмотрена реализация в регионе нацпроекта здравоохранения. Глава региона определил главные задачи – развитие первичного звена здравоохранения, расширение диспансеризации, решение кадрового вопроса. Все подробности у Ирины Синягиной. Сегодня первое место среди всех болезней у россиян занимает ишемическая болезнь сердца. И жители нашего региона не исключение. Показатель смертности от болезни системы кровообращения весьма высокий. Следом идут онкологические заболевания. Чтобы переломить ситуацию, необходимо решить несколько важных задач в сфере здравоохранения. Регулярно проводить диспансеризацию населения, развивать первичное звено и, конечно, решать кадровый вопрос. Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что необходимо настроить всю систему здравоохранения таким образом, чтобы в центре внимания находилось не количество оказанных услуг, а сбережение здоровья граждан. Это очень важное человеческое доброе отношение к людям, которые приходят на прием к врачу. Проблемы в сфере здравоохранения в Тверской области такие же, как и во всей стране. Верхневолжье полномерно их решает. Стоит отметить, что возрастное население Верхневолжья и широкая география региона, а также нехватка специалистов в отдаленных территориях диктует свои условия. Поэтому для повышения доступности первичной помощи развивается практика о дистанционных осмотрах врачами. Только за 6 месяцев текущего года 600 выездов осуществили передвижные фельдшерско-акушерские пункты. Важность этого направления работы в профилактике различных заболеваний подчеркнул главный внештатный кардиолог ЦФО Сергей Проваторов. Пациентам, которые страдают наиболее тяжелыми формами сердечно-сосудистых заболеваний, консультативная помощь оказывается на месте. Причем, что очень важно, в состав бригад входит не только кардиолог, но и специалист по функциональной диагностике. Таким образом можно приблизить тверские возможности к вашим удаленным районам. Почти 23 тысячи жителей побывали на приемах у профильных специалистов, в том числе на базе передвижных медицинских комплексов. Это в два раза больше, чем в первом полугодии 2023-го. Предусмотрено приобретение еще четырех мобильных комплексов, которые будут работать в муниципалитетах области. Эксперт отметил необходимость дальнейшего развития дистанционного консультирования, которые обеспечены на базе областной клинической больницы, а также усиление терапевтического и кардиологического направлений в муниципалитетах области. Помимо экстренных пациентов, существуют плановые пациенты, которые также могут прийти на фельдшерский пункт или в какую-то поликлинику в удаленном районе, где в данный момент нет специалистов по функциональной диагностике. Поэтому очень важная задача подключить вот эту систему дистанционного консультирования, электрокардиограмм к общей системе оказания помощи больным сердечно-сосудистыми, да и не только сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе. Власти всех уровней сегодня создают условия для полноценной и максимально эффективной заботы россиян о своем здоровье. Это должно быть комфортно и доступно для всех слоев населения, независимо от достатка граждан. Но, увы, пока уровень ответственного отношения людей, особенно мужского населения, к своему здоровью в России оставляет желать лучшего. Поэтому задача номер один, поставленная Игорем Рудене, усиление профилактической работы, популяризация и стимуляция ответственного отношения тверичан к своему здоровью. Для раннего выявления рисков в регионе активно ведется диспансеризация взрослых и детей. Только за первое полугодие 2024-го ее прошли более 411 тысяч человек. Эти цифры должны быть еще выше. Одновременно важно повысить эффективность принимаемых мер по кадровым вопросам, привлечению и закреплению молодых специалистов, врачей узких специальностей в государственных медицинских организациях. Для решения этой задачи по инициативе губернатора расширено целевое обучение медиков. Система внедрена в колледжах Тверской области. В 2024 году планируется заключить 55 договоров ТГМУ. 270 целевых мест предусмотрено в колледжах медицинского профиля. А с 2025 года начнется реализация нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Будет продолжена работа по направлениям, ранее входившим в нацпроект здравоохранения и новым программам. Борьба с гепатитом С, с сахарным диабетом, медицинская реабилитация, развитие медицинских и научных организаций. Здоровья для каждого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА